здравствуйте тема сегодняшнего выпуска новостей от приан связаны с ближним востоком и северной африкой мы поговорим о египте амане ну а начнем со страны номер один много новостей последние дни приходит из турции самая громкая а якобы запрете выдачи в нж иностранцам во всех районах стамбула сообщила об этом одна турецкая газета еще в прошлые выходные новость ясное дело нервная хотя буквально через сутки пришло опровержение от турецкой миграционной службы что же мы имеем в итоге для выдачи в нж по-прежнему официально закрыты лишь 10 из 39 районов стамбула те где доля иностранцев превышает 20 процентов другое дело что список этот турецкие власти еще ни разу не сокращали а только расширялись прошлого лета так что дальнейшие ограничения исключать нельзя тем более что иностранцев турции меньше не становится как известно арендатором с конца прошлого года продлевают разрешение на пребывание крайне редко на побережье вообще не продлевают а вот собственники недвижимости в стамбуле скажем все-таки имеют больше шансов на в нж в любом случае если для вас такое разрешение важно рекомендуем следить за демографической ситуацией разумеется можно не самим а через риэлторов тех для кого закрытие или открытие районов влияет на успех бизнеса а вот какие факты из турции не требуют опровержения это продолжающаяся инфляция на этой неделе лира упала до новых минимумов правда одновременно повышаются и доходы цены в турции на все продолжают расти с июля у нас подняли минимальную зарплату также увеличили зарплату госслужащим при этом увеличили также налоги сборы и различные платежи конечно в повседневной жизни мы ощущаем рост цен в лирах буквально на все ценники меняются часто не зря же у нас уже вводят новые купюры на 500 на 1000 на 2000 лир и конечно падение лиры будет вести к инфляции рост налогов к удорожанию продуктов и предметов быта соответственно и рост стоимости всех услуг например оформить доверенность в турции раньше можно было за 7-9 тысяч лет то сейчас примерно это обойдется от 13 тысяч лет зарегистрировать в турции привезенный из-за границы телефон раньше можно было за 6 тысяч лет то сейчас это уже обойдется в 20 тысяч лет турецкий рынок недвижимости сталкивается с вызовами первый из которых рост цен причем не только в лирах но и в долларах евро что останавливает часть покупателей спрос со стороны иностранцев в июне рухнул в годовом исчислении почти на 70 процентов а доля не местных покупок упала до 3 процентов тут видимо стоит учесть что неопределенность перед президентскими выборами останавливала многих и в июньской статистике она тоже заложена на россиян конечно повлияло и то что рубль за последние месяцы упал в первый летний месяц граждане рф купили в турции 733 объекта а месяцем ранее почти тысячу на данный момент на рынке есть несколько тенденций которые я бы выделила первое это снижение спроса повлияло несколько факторов в том числе и стоимость недвижимости также необходимо учитывать и летние отпускные месяца то есть у нас традиционно летом меньше сделок чем например весной или осенью вторая тенденция это строительство новых проектов турецких строительных компаний в разных регионах и странах что в свою очередь уменьшит количество новых объектов например той же аланье соответственно это уменьшит предложение новостроек и удержит уровень цен третья тенденция это увеличение предложений от инвесторов и на вторичном рынке от собственников например в районе аланье за счет уменьшения своей инвестиционной прибыли эти варианты очень привлекательной по стоимости для покупателя увеличение спроса на недвижимость в турции считаю в первую очередь будет зависеть от изменений в политике выдачи внж и открытия районов для получения внж относительно программы получения гражданства турции за инвестиции считаю что тут точно можно рассчитывать на увеличение лимита с 400 тысяч долларов до 1 миллиона долларов думаю это произойдет осенью двадцать третьего года теперь египет страна на просто хедлайнер последних недель в июне мы рассказывали о программе гражданство страны ссылку на этот сюжет вы видите на экране сейчас же парламент страны одобрил новую версию программы внж за инвестиции его можно получить например разместив в местном банке депозит от 50 тысяч долларов есть схема и для покупателей недвижимости разрешение на пребывание в стране будет продлеваться при сохранении жилья в собственности а вот как часто надо будет это внж продлевать зависит от суммы вложений условия вы видите на экране как и в случае с программой гражданство закон не ограничивает число объектов которые может купить заявитель единственное действующее ограничение хотя оно безусловно очень важное приобрести надо объект зарегистрированный в национальном реестре недвижимости правительству вообще-то предлагают убрать это требование но пока она действует а в египетском реестре зарегистрировано менее 10 процентов от всего жилья в стране вообще внж египта оставляет конечно много вопросов непрозрачно но пока по крайней мере система подачи заявлений и очевидно что без помощника куратора юриста есть риск не получить желаемое а главное надо понять кому вообще нужен такой вид на жильство ведь никаких границ кроме египетской он ведь не открывает хотя если хочется жить там они тут почему нет так или иначе египетскую тему мы обязательно продолжим будут вопросы обращайтесь наши контакты конечно есть в описании и важная новость из омана власти страны выдали 19 лицензий на строительство интегрированных курортов в них то есть в недвижимость инфраструктуру отелей будет вложена более 11 миллиардов долларов аман направление все более популярное у инвесторов из россии напомню что с 2007 года иностранцы могут покупать здесь недвижимость но только в специальных зонах и вот этих зон на данный момент всего четыре а сейчас получается строится в пять раз больше и возвести там хотят 40 тысяч единиц жилья аман хотя бы в силу географической близости кажется конкурентом эмиратов хотя конечно последние раскручены не в пример лучше но в пользу амана говорит во первых бурный экономический рост ввп растет более чем на пять процентов в первом квартале вообще на семь с половиной второй момент в этой стране собственнику относительно быстро открывают банковский счет даже если ты совершаешь покупку на стадии строительства третий аргумент владелец недвижимости может получить местные внж право на пребывание в стране и наконец меньше по сравнению с эмиратами известность определяет более скромные цены в описании ссылка на объекты в амане и в заключении об эмиратах граждане россии по итогам второго квартала двадцать третьего года вошли в топ-3 покупателей недвижимости в стране то есть вслед за всплеском спроса пришел стабильный интерес а его причинах и о том что интересного могут предложить дубай и другие эмираты мы поговорим на очередном вебинаре приан со специалистами компании интермарк real estate встретимся в начале августа участие в вебинаре традиционно бесплатная ссылку на регистрацию также прикладываем ну а я на всем прощаюсь ухожу в небольшой отпуск посему встретимся скорее всего уже в августе читайте при она сайте еще больше новостей не забывайте ставить лайки и задавать вопросы всем мира и безопасности